Уважаемые братья, иногда бывает такое у кого-то в жизни, что кого-то вызывает в суд. Хотелось бы, чтобы мы сейчас представили человека, или каждый сам себя представляет, если ему нужно обратиться в суд, или его вызывают по какой-то причине в суд. Каждый человек думает, как же там заступаться за себя, как говорить, что говорить. Он начинает искать себе адвоката, лучшего адвоката, у кого есть деньги, старается побольше адвокатов себе нанять. У кого-то нет денег, он идет туда один, не знает, что говорить, у него нет понимания, юридических знаний у него нет. И какой же у него страх в этот день в зале суда. Ведь все там положено, что с ним будет, он даже не представляет, не знает и начинает, берет его некий такой страх. Теперь хотелось бы, это примерно чуть-чуть хотя бы приблизить вот этот вот страх, понимание в этой жизни, если кто-то с этим сталкивался. Приблизить теперь, пускай подумает человек, судный день. Великий день суда. Суд аль-джаббара, субханаху ва та'аля. За каждое, который человек, за мелкое и большое деяние будет отвечать. В этот день языки, как Аллах, субханаху ва та'аля, сказал в Коране, в этот день языки людей будут скованы и не способны двигаться от страха перед Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Их сердца достигнут глоток, балагатил кулубу, ханаджир от страха перед Всевышним Аллахом, субханаху ва та'аля. Также в этот день каждый будет говорить шепотом от страха перед Величим Аллахом, субханаху ва та'аля, от страха в этот день. Аллах, субханаху ва та'аля, говорит сурты таха. Фа ла таснау илла хамса. В этот день только будешь слышать шепот людей. И как в этот день человек нуждается в том, чтобы кто-то за него говорил. И здесь задается вопрос, есть ли такие адвокаты судного дня, есть ли такие заступники. У каждого из нас этот может быть тот адвокат, тот заступник, который будет говорить за нас в судный день. Уже можно их найти сегодня, подготовиться к этому. Первое, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алейху салям, упокоение в Медине. Аль мауту бель Медина. Сказал посланник Аллаху, субханаху ва та'аля, тот, кто из вас может умереть в Медине, пусть умрет в ней. Поистине я буду заступаться за того, кто умер в Медине. В другом ревайте сказал пророк Мухаммад, саллаху алейху салям, подобные слова. То есть, тот, кто сможет умереть в Медине, пусть он это сделает. Поистине я буду свидетельствовать за того, кто умер в Медине. Человек задается вопросом и скажет, как же можно умереть в Медине. То есть, мы не знаем, где мы умрем, ни одна душа не знает, на какой территории покинет эту жизнь. Кому-то тяжело даже просто съездить в Медину. И тут задается вопрос, есть ли другие адвокаты судного дня, есть ли другие заступники судного дня. Да, есть, потому что милость Аллаха безгранична. Второе – это Аль-Кур'ан. Это Аль-Кур'ан. Пророк Мухаммад, саллаху алейху салям, сказал, Рава имам муслим, ан-расуле лая, саллаху алейху салям, Кал, икраул Кур'ана, фаиннаву ятий яумал киямати, шафиан ли асхаби. Читайте Аль-Кур'ан. Поистине он придет в судный день заступником за тех, кто его читали. То есть, ты ничего не будешь говорить, Аль-Кур'ан будет говорить голосом за тебя и будет за тебя заступаться перед Аллахом, субханаху ата'али. Кур'ан будет говорить, о, Аллах, адень на него корону, Аллах, субханаху ата'али, наденет. О, Аллах, субханаху ата'али, дай мне возможность за него обратиться к тебе. Аллах, субханаху ата'али, даст возможность Кур'ану проявлять заступничество за того, кто его читал, за того, кто жил вместе с Кур'аном. Так же сказал пророк, саллаху алейху алейху салям, Икраул Кур'ан, икраул Захаравейн, Аль-Бакарата ва-Аля-Имран, Читайте Аль-Бакара ва-Аля-Имран. В судный день эти две суры придут, подобно двум облакам, или подобно двум, подобно, как два навеса будут за человека, или подобно двум стаям птиц, которые будут заступаться за тех, кто их читал, сказал пророк Мухаммад, саллаху алейху алейху салям. Каля Абу-Хурейра, Икраул Кур'ана, фаинну хайрун шафи'и яуми л-қияма. Абу-Хурейра сказал, читайте Кур'ан, это самый лучший заступник судного дня. Поэтому здесь человек должен задуматься, каково мое положение с Кур'аном, читаю ли я его или нет. Когда человек куда-то выходит в путешествие, куда-то выезжает, он все смотрит, что он с собой взял. Паспорт на месте нет, телефон взял, это взял, ключи взял, не взял. Здесь он должен в первую очередь тоже взял, Кур'ан я взял с собой или нет. То есть здесь люди делятся на четыре категории по отношению к Кур'ану. Первая категория, которые всегда живут с Кур'аном. Кур'ан – это программа жизни человека. Когда он читает Кур'ан в намазах, по ночам читает Кур'ан. Аллах сказал в Кур'ан, это те, которые читают аяты Аллаха по ночам и делают земные поклоны. Вторая категория людей, которые постоянно каждый день что-то читают из Кур'ана, какую-то суру, выделяют минут 10-15 на Кур'ан. Аллах сказал, читайте, что вам легко из него. Третья категория, которые не могут читать, но любят слушать Кур'ан. Едет на машине, включил Кур'ан, даже если сам не может читать, он его слушает, он любит Кур'ан. Поэтому Аллах сказал, когда читаете Кур'ан, прислушивайтесь к нему. Может быть, Аллах к вам проявит свою милость. И третья, четвертая категория людей, которые оставили Кур'ан. Оставили Кур'ан. Есть такие люди, которые от Рамадана до Рамадана только. Рамадан закончился, закрыли Кур'ан до следующего Рамадана. И не живут с Кур'аном, не читают Кур'ан, хотя бы один аят в день. Поэтому Аллах сказал, сказал в Кур'ане в сурте Аль-Фуркан, сказал посланник, о Аллах, мой народ отдалился от Кур'ана, сделал хиджур от Кур'ана. Поэтому здесь каждый человек должен знать, должен понимать, каково мое положение по отношению к Кур'ану. Ведь он будет заступником в тот день, когда я буду нуждаться в том, кто бы заговорил вместо меня и заступался за меня перед Всевышним Аллахом. Следующий – это Ассиям. Третий адвокат судного дня, заступник – это пост. Как сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, «Аль-Кур'ан, ассиям, яшфа'ан, явм, аль-Кияма». Кур'ан и пост будут проявляя заступничество в судный день. Кур'ан скажет, «Я ему запретил спать ночью, он посредством меня поклонялся тебе». Пост скажет, «О, Аллах, салаллаху ассиям, я ему запретил кушать и пить днем, и он постился». И Аллах, салаллаху ассиям, даст возможность вот эту посту, саляму, проявлять заступничество за того, кто постился. Поэтому, «Аль-Киям», можно поздравить тех, аль-Киям, которые уже сделали нияд, уже сделали намеренно поститься в этом месте Рамадан. Знаете, иншаллаху, мои дорогие братья, что мы, если сделали нияд, ради Аллаха, то этот пост будет заступником за нас в Судный день. Четвертый, «Ас-Салаватин-Навафиль». Помимо фарда, дополнительные намазы, как «Суннан-Раватиб», которые мы читаем перед фарадом, после фарда, «Киям-Лайль», «Ночные намазы», «Ад-Духа», «Намаз», «Истихара». Вот эти все намазы, они будут также проявлять заступничество в Судный день. Подошел к сахабе пророку Мухаммаду, салаллаху алейху саляму, и сказал, «О, посланник Аллаха, будь за меня заступником в Судный день». Посланник Аллаха, салаллаху алейху алейху саляму, сказал, «Айн-Навса каби кастрати сужуд». Помоги себе в этом вопросе посредством многоземных поклонов. То есть побольше читай помимо фарда и дополнительной молитвы. Следующий, пятый адвокат, пятый заступник в Судный день, и я думаю, это самое легкое, что может сделать верующий человек. Это дуа после Адана. Дуа после Адана. Единственная дуа, если человек, который, читая после Адана, оно будет заступником в Судный день. Это когда мы просим Василя за пророка Мухаммада, салаллаху алейху алейху салям, в высшую степень. В Бухарии переводится хадис. Тот, кто это сделал, дуа после Адана, пророк Мухаммад, салаллаху алейху саляму, сказал, «Ваджабет лагу шафа'а тияв малькияна». То есть ему обязательно будет мой шафа'а. Обязательно ему будет мое заступничество в Судный день, сказал посланник Аллаха, салаллаху алейху алейху саляму. Поэтому пускай каждый старается слушать Адан и говорить после Адана этот дуа. И последнее, «Сухбату л-хайр». Это хорошие братья, хорошие друзья. Аллах, субханан Талли, в Коране сказал, «Ал-эхи л-ла-у-явма-идзин ба'адхум либа'дин адувун илля л-муттикин». В Судный день друзья, которые были при жизни, друг к другу будут врагами, кроме богобоязненных. Поэтому каждый должен человек смотреть, с кем он дружит, в каком он обществе находится. Поэтому, чтобы было побольше у нас благих братьев. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху алейху саляму, сказал, что в Судный день, когда люди зайдут в рай, и они не увидят своих братьев, которые были с ними при жизни. Может быть, они вместе выплачивали закат, может быть, они вместе где-то молились, где-то вместе они были на благом. И скажут, «Ихвануна, Ихвануна». Он скажет, «Наши братья, наши братья». Тогда Аллах, субханан Талли, даст им возможность вытащить своих братьев, этих братьев из ада, из джаханнама, то есть даст им заступничество. Поэтому у каждого из нас должно быть, после того, как они вытащат, их помоют в реке Нагр-эль-Хая, река жизни, где вот эти все ожоги после адского мучения, Аллах, субханан Талли, у них заживут эти ожоги, они войдут в рай вместе с своим братьям. Поэтому Абу Гурейра Хасанн Басаре сказал, «Берите себе в друзья как можно больше богобоязненных, благих людей, поистине вы будете заступниками друг для друга». И именно что такое богобоязненность, богобоязненные братья, как понять любовь, братство ради Аллаха. Часто встречаешься, субханан Аллах, и брат вроде вместе молится, вместе на хачи ездили, вместе постятся, но в каких-то бытовых делах, они из-за каких-то мелочей, из-за этой дунья, они ругаются, они друг другу какие-то угрозы говорят. Это не братство ради Аллаха, субханан Аллаху, и братство должно быть во всем. Как один брат говорит, субханан Аллах, мы с одним братом вместе постелись, вместе намаз читали, на хач постоянно ездили, случился конфликт какой-то в бизнесе у них, и тот у него запросил большую сумму, я тебе помогу, но ты мне столько должен. Тут есть притеснение. Брат, мы же вместе хач делали. Хачем, дела делами. Это не братство ради Аллаха. Братство ради Аллаха, субханан Аллаху, должно быть во всем. Да, Аллах, субханан Аллаху, чтобы мы были братьями ради Аллаха, субханан Аллаху, как мы здесь вместе собрались, вместе, иншаллах, чтобы мы собрались, как смотрим друг на друга, так же смотрели друг на друга в райской обители, иншаллах. Субтитры создавал DimaTorzok